Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз продолжается утро на Болткоме. Это личное утро. В пятницу проведу его я, Олег Пека. И сегодня мой гость, аудиофил Юрий Лапинский. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуй, Олег. Доброе утро, слушатели. Рад у вас в гостях. Мы еще раз просто встречаемся. Для тех, кто, может быть, не слышал нашу прошлую беседу. Мы тоже, может быть, какие-то моменты затронем. Но просто наш предыдущий разговор просто не уместился в рамки часа. И мы хотели бы уже в личном утре поговорить о любви к музыке, о тайнах и секретах. Ведь я знаю, что практически почти вся музыка, которая в Советском Союзе, вот, ну, не знаю, там, 70-е, 80-е годы, 60-е годы проходила буквально через ваши руки. То есть вот вы были тем самым окном в мир музыки, через который поступали записи. И потом с ваших записей они тиражировались и распространялись по всему Советскому Союзу. И очень многие поражались, удивлялись, как удается добиваться такого уровня качества, которое, ну, даже, вот, получается, и даже западные магнитофоны не могли воспроизвести. А вы, я насколько знаю, делали буквально чуть ли не своими руками эти магнитофоны и каким-то образом усовершенствовали их. Именно так. Но в основе всего скажу очень просто. Это школа, обычная семилетняя и средняя школа, где дети учатся физику. Физика, математика, химия. Просто эти знания о природе, эти законы природы. Их мы должны знать все абсолютно на любом шагу. Хоть инерция, ну, это на улице машина, когда едет, ну, человек думает, что машина может остановиться ему перед носом, да. Он гордо идет, но машина не может. Инерции есть, масса есть, масса скорости, чтобы затормозить все трудности. И человек труп. Ну, это обычная физика, больше ничего. А в этой радиотехнике, вот по магнитофонам, проигрывателям, всюду абсолютно физика, математика, химия. Нравится или не нравится. Чтобы уменьшить скольжение по пластинке, пластинку надо проигрывать, обычную пластинку, винил, как сейчас. Мокрую, сырую. Мокрую, сырую. Да, ну, разумеется. Я мокрыми пластинки слушал уже в 64-м, 5-м году. Ну, меня не удовлетворяло то, что пластинки там щипят, хрипят и всякие, ну, искажения и то. Я всеми силами старался. Я уже в 56-м году, когда мне отец подарил эту Ригу-10, я сделал эти короткие волны. И на 13, 11, 13, 16 метрах коротких волн я слушал, так как вы сейчас слушаете радио «Балком» на FM или, ну, все FM-станции. В таком качестве я слушал BBC, General Overseas Services BBC, Deutsche Welle, Radio Netherlands и так далее. Потому что, ну, мне повезло, разумеется. Как раз я уже рассказывал, что в 58-м, 9-м году на солнышке нашем, который светит каждый день у нас сегодня почти, была большая активность, ну, внутри Солнца. Водородные бомбы там взрываются, миллионы градусов температура, эти термоядерные реакции проходят. И в период 11 лет каждых на солнышке имеется активность. И, к удивлению или, к моему счастью, в этом 58-м, 59-м году была максимальная солнечная активность. И она была самая большая за последних 200 лет наблюдений активности Солнца. Ну, так как я интересовался всеми этими делами, ну, я это так еще не осознал, но я был удивлен. Сегодня включим эти короткие волны. Ну, там что-то распространяется. Но очень плохого качества. Но не так, плохо или в среднем. Ну, значит, через 11 лет максимум, а через 5,5 года между этим 11 минимум. Тогда включил этот самый же радио, поставил на BBC 15070 частота, могу сказать, на 19 метрах. И этой станции не слышно. Одно шипение. Или в лучшем случае, когда там перекручиваю, там... Это слышно, что там есть что-то. Не различить ни одного звука, ничего. Ну, вот, такие перепады, вот такого качества, что идет прямо, вот как сейчас по FM, прямо с хорошего приемника. Все, качество высокие, низкие, нет ни шумов, искажений, все. Ну, моно только было в 56-м, 7-м, 8-м, 9-м, 60-х годах, да? Ну, сейчас стерео. Ну, хорошо, но это дает одну деменцию только, да? Если так разобраться, да? Ну, вот, и тогда с этой студии прямо, там я уже слышал, как звучит прямо с микрофона студии и качественно. Но почему эти пластинки, которые, ну, присылали, привозили, купали... В Латвии уже привозили, да? Ну, как, ну, как я говорил уже, 55-го года был Хейли «Rock around the clock», красивая такая пластинка, которую мне Шумахер Юрис подарил. Он на 9-м классе учился, я на 8-м. Вот, и он мне подарил эту книгу «Марк фабрики Козырев. Конструирование любительских магнитофонов», да? И вот, изучая эту книгу, и сделал, сколько мог повторить там, потому что не было ни таких электромоторчиков, ни ничего, как там. Но сделал я свой первый магнитофон уже в 1957 году. Своими руками практически. Своими руками, разумеется. Ну, он был, ну, не зрачный, ну, не такой, как... Но всё крутилось, ленту тянуло, усиливало, и воспроизводило, и записывало, и на 9-м классе мне уже был свой магнитофон, потому что нахально было просить отца, он мне, за хорошую учёбу, что у меня не было ни одной тройки ни на таблице, ни в дневнике в школе. И обещал, если у тебя не будет ни одной тройки, то, ну, это 5-балльной системы, то я тебе сделаю подарок, куплю «Ригу-10». Ну, ему тоже очень хотелось, да, он тоже любитель слушать музыку и так далее, и так далее. Ну, вот, и 19 января 1956 года он купил «Ригу-10». У меня паспорт ещё со всей этой записью. Сохранился прямо, да? Разумеется, здесь, дальше, на Бриве-Басе, Райне-Боу-Варсугол, где сейчас там всякие пинкалюшки продают, там был радиомагазин, ну, вот, или в Центральном универмаге, ну, напротив этого, на Удай-Вальне улиц там. Ну, вот, и я сделал уже в феврале месяце эти короткие волны. Ну, у меня магнитофона не было, мои друзья, соседи по школе, Милорианка вот там около четвёртой средней школы жила, он свой спалый магнитофончик притащил ко мне, Юр, ты мне запиши, потому что то, что можно было слушать по средним волнам, длинным, там писк, разные щелчки, шипения, ну, всё там не то, и нету невысоких частот, и, ну, ну, как бочки звучит в большинстве случаев. Ну, вот, а там такое звучание, по этим временам, в 56-м году, мальчики не могли понять, тащили мне каждый свой магнитофон, вот, ты мне запиши, я тебе лучше, друг, ты. А это потому, что солнечная активность, она позволяла прием. Да, разумеется, минимум был 5,5 лет тому назад, это 58-го, 5 лет это, брать, 53-е году, а 56-й год начался, и уже пошло сильно наверх, к этому самому-самому большому, самой большой активности за последних 200 лет наблюдений. Каждые 11 лет есть максимум, да? Ну, есть там, разумеется, разные колебания, немножко больше, меньше и так далее. Но этот был удивительный, там что-то происходило, ну, это не наше дело, но использовалось это так, что радиоволны, как от зеркала большого, который подвешен там наверху, 70-100 километров над поверхностью Земли, верхний слой, где еще какие-то там частицы водорода и каких этих легких газ сохранились, вот эти ионизируют это солнечное, это излучение, там и радиоактивное, и рентгеновское, и свет видимый, и так далее. Не только свет, который мы глазом воспринимаем, от красного до желтого, да, это длина волны, вот красный 0,88, лазерного проигрывателя красный, этот лучок, который мы… Видим. 0,88 микрон, неполный микрон длина волны. Ну, а этот, который синий, свет фиолетовый, этот 0,45 микрона, да, вот. А меньше длина волны, рентгеновском излучении, радиоактивном, эти такие же самые, ну, излучают, ну, что мы можем поделать, вот. И это ионизирует этот слой, образуется зеркало и радиоволны от BBC-антенны, как от зеркала и моей антенны, которых я тоже натянул по всему оврагу, там, где марупи-то течет, да, там нету никаких домов, нету там лишних электрических источников, шума там, электромоторы, или сейчас, если включим мобильный телефон, зарядку или что, импульсную зарядку, и поставим мимо, около этого радиоприемника на средних волнах, вообще радио не слышно, одно жжжж, и как вот в те старые времена голос Америки, свобода, глушилась, вот такая глушилка, вот там вот этого импульсного, так. А там в природе нету таких на тех частотах, да, особо, но. Тут совпало, можно сказать, и солнечная активность, и место. Счастливое везение, что отец купил мне, хорошо учился, за хорошую учебу купил приемник, супер, десятиламповый лучший в Советском Союзе для народа в то время, да, акустика у него супер, хороший громкоговоритель, ну, все, 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 все в одну сторону, и отец вот снял квартиру там, где на Ивандес, где я живу и сейчас, где ту сторону, где антенны тянуть, как раз вот совпало. Если я бы жил в центре города, где трамвай идет мимо, каждое прохождение трамвая мимо, это коллекторный электродвигатель, как в пылесосе, да, и опять идет шум такой, что ничего не слышно, ну. А вот такое совпадение, ну, разумеется, ну, второе совпадение, разумеется, мне есть чоповое зло в жизни, что, ну, вот Шумахар Юрьевич мне подарил эту пластинку Билла Хеллия, Rock Around the Clock, 55-го года ему там родственники из Запада прислали просто, ну, ему одна пластинка, и не было и проигрывателя, ничего, так как я уже сделал первый проигрыватель, ну, тот самый, какой на САКТе стоял, потому что я уже тогда, когда мне 13 лет было, я работал почтальоном в четвертом отделении летом, а когда 14 было, я летом работал на электромеханической заводе, там кирпичи, мы там старую стенку разбирали и делали новые корпуса, ну, и там уже делали те вот такие коричневые проигрыватели для САКТы, да, Угава тогда уже прошла, да, те делали в другом месте, ну, вот, и я с этих деталей там собрал свой проигрыватель, мне было на чем проигрывать, так, вот, и 57-м магнитофон, но 56-м не было магнитофона, мальчики приносили, но приносили один, другой, третий, мне уже времени не было, но хотя-то мало времени, я включил, и Deutsche Welle, как начало музыкальную передачу, вот, там, в 11 часов, так, полтора часа без перерыва, самые новейшие песни, самые новейшие, самые красивые мелодии. А не объявляли, кто играет, или это было нужно было догадываться? Да, Deutsche Welle не объявлял, там просто эти были экспериментальные передачи для Австралии, для Дальнего Востока, там 100-киловаттные передатчики с рамочными антеннами, тоже направленного действия, туда вот таким лучом, как автомобильный прожектор, они гнали через весь Советский Союз, через Африку, на Австралию, туда, ну, и первое отражение, которое с их антенны получился, ну, на глобусе, это можно хорошо посмотреть, где что, где начало, где конец. И они меняли, разумеется, не все передачи-то, которые шли для Южной Америки, там утром эта передача была, это еле-еле было слышно у нас, но тем лучом, я уже сказал, как автомобильный прожектор, луч в ту сторону, да, в 100-киловатт, и в Австралии можно было слышно. Я и здесь слушал, в Австралии, те передачи, которые для Европы предназначались, да, ну вот, и Deutsche Welle не объявлял, там все непрерывно, подряд, вот магнитофон включил и записал полную ленту, час, там, ну, полчаса или час, было только 5 минут известий, какие-то короткие сообщения, новости, и потом опять музыка, вот до половины первого, с 11 часов, ну, какая тут проблема, но только в школу некогда было уже ходить, ну, в школе тоже я без музыки не мог, я же устроился уже в восьмом классе в четвертую школу среднюю, как пошел, я включил, я, там я радиоузел был, ну, трансляции по школе, грунговоритель, и там был большой приемник, усилитель 50-ваттный для таких целей, ну, для трансляционных передач в школе, в клубах и так, ну, вот, я там устроился, и я, учеба была утром, я протянул с этого радиоузла до класса 2, два проводника тонких, подключил наушники, там включил радио, учительница говорит мне в одно ухо, там слышит, что там идет, а по другому уху мне звучит в наушнике музыка, который передается там, вот, мои там эти регулярные милые передачи, потому что BBC тоже были передачи, там были Listener Choice, это по заявкам слушателей, For His Favorites, это, ну, любимые песни для армейских мальчиков, девочки посылали там солдатикам поздравлений в день рождения в одну сторону, ну, и солдатики посылали девочкам через вот эти радио, радиопередачи обратно поздравлений и так далее, Thread Time, это традиционный джаз, ну, Dixieland, там полчаса целая передача, там Крис Барбер, Акер Билк Мистер и так далее, и так далее, Dutch Swing College Band, и вот все, которые были известны в самой лучшей в мире оркестре, те там, разумеется, демонстрировались и играли. Ну, дальше Top of the Pops, вот так, хит-парад, который и сейчас передается, все самые популярные песни, самые, те, которых, ну, пластинки, маленькие сорокопятки, которых люди купили за прошлую неделю, вот те, которых больше купили, те, разумеется, выше места имели, да, там сели в топе, на вершине, да, ну, вот, и все эти песни, ну, там BBC объявляло, и исполнителя, и иногда даже композитора, кто написал эту песню и так далее, это было более образовательное. Radio Netherlands тоже иногда объявляли, иногда не объявляли. Radio Cairo, ну, на арабском ничего не понимаем, но там была тоже английская, американской музыкопередача, где я слышал, ну, такие песни, которых ни BBC передавало, ни «Голос Америки», ну, совсем такие, ну, не знаю, непонятные, но интересные, разумеется. А сколько ж пленок-то нужно было, чтобы все это записать? Я записал 150-500 метровых, это полтора часа пленок, это примерно 6000 песен я записал за вот это, за это время, да, с 1957-го, 2008-го года до какой-то 1962-й год. Ну, но, ну, не только счастливые дни, но когда, разумеется, ну, во-первых, уже у меня было такое количество, не надо подумать, что все время там только-только новые, там очень те популярные песни повторялись, иногда за день 5 или 10 раз эту песню я слышал, да, ну, разумеется, если было качество выше, тогда я переписывал еще раз, да, это, и потому что передача есть передача, и бывает всякое, да, там вдруг какой-то там, ну, метеорит, разумеется. Ну, когда помехи, да, могли быть. Да нет, не воздействовали, но это, ну, бывает особенно непостоянное такое распространение этих радиоволн, были срывы, и что иногда, но редко, вот. Ну, и я жил как в Лондоне, дышал этим воздухом, вернее, в этих звуках я жил, да, человек ухом воспринимает 10% информации глазами 90, да, ну. Но получается, что эти песни, вот, многие были даже неизвестные исполнители, но они очень нравились, а была потом возможность как-то узнавать, что это, кто это, но как-то складывал? Разумеется, разумеется, потому что, потому что не только, не только те радиостанции, я и слушал, и другие, тот самый радио Люксембург, это же рекламный рупор, да, они специально рекламировали, как это называется, на каком месте, где вот обошла ту, эту гонку всю посвящала, ту часть, разумеется, я тоже слушал, но только там ничего записывать нельзя было, потому что, ну, очень некачественно, там эти замирания, как селективные, так и общие, вдруг не распространяются радиоволны, нету сигнала, потом опять возобновляется, особенно далеким радиостанциям, и так далее, ну вот. Но я их практически всех знал наизусть, по голосу, кто это и как. Те звуки мне сегодня звучат, вот Пэт Буэн, как в 57-м году, Дон Порбидми, в 58-м году, это на 45-ке, это такой мощный голос, такой голос. Элвис Пресли и Пэт Буэна, про Пэт Буэна сказал, что это владелец самого красивого голоса этого столетия, своего конкурента, так, похвалить, да, ну надо же, да, если не был бы Элвис, был бы Пэт Буэн, да, но он как-то немножко затмил, потому что Элвис там шустрее, парень там по этим фильмам, по... Да, обошел конкурентам. Да, обошел демонстрировал концерты и всякое такое. Ну, Пэт Буэн был скромнее, он солидный парень, он потом пастором, он был в своей там церкви, он там пел, да, но не церковные песни, самые популярные, все эти рок-н-роллы, Спиди Гонзалес, у Пэт Буэна в Англии в топе 40 песен в топе. Ну, у немногих... Да, исполнителей такой результат. Такое количество, да. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим разговор Юрия Лапинский, аудиофилл, знаменитый через руки, которого проходила вся западная музыка, попадающая в Советский, тогда еще Союз. В нашей студии мы продолжим разговор. Микс Ньюз. Мы продолжаем личное утро, я напомню, что сегодня в нашей студии Юрий Лапинский, аудиофилл, через руки которого проходила практически вся западная музыка, попадавшая в Советский Союз. Вот мы уже за эфиром говорили о том, что... Тут спрашивали, что делать, вот я столько мелодий, вот 70-й слышал, но не знаю исполнителей, можете ли помочь опознать. Вот у вас получается такая память, что вы можете узнать даже с первой ноты, да, кто это... Разумеется, большинство, но я не хочу сказать, что я все знаю, я не бог, я просто... то, что я слышал, то я запоминаю буквально, ну, одна-две ноты, и я большинство песен могу уже определить, что это за песня. Ну, есть разные, разумеется, не все, да. Голоса тем великих людей. Ну, надо еще, правда, сказать, что голоса меняются. Голоса. Когда меняются голоса, ты знаешь, Олег? Нет, не знаю, во сколько. Мужчины, не знаешь? Ну, когда, наверное, становится он мужчиной, и затем, когда он... Становится не мужчиной, да, скажем так, образно, да. Ну, вот. И когда становится мужчиной, тогда из мальчишеского голоса, вот я пел в хоре мальчиков в Дворце пионеров, Центрис Критис, дирижировал, все мальчики звонкие такие, а мужчина это настоящий. Да. А когда мужчина становится не мужчиной, ну, уровень тестостерона и все остальное там уже, тогда голос становится, как у старой собаки. Вау, вау, вау. И многие известные певцы, которых, так сказать, фирмы, издеваются фактически над ними, используя его популярность, что он был легендой, вот сейчас приглашают в студии, и, ну, не заставляют, скажем, петь, да, ну, им всячески там уговаривают, вот сейчас такие студии, такие микрофоны, такие магнитофоны, в цифрах все пишется, нет в магнитофонах даже больше, и так далее, и так далее. Вот, ну что, тебе деньги не нужны? И этот старый дурак, фактически, можно сказать, идет и поет, но это стыд и позор, не хочется слушать. Достаточно было тем, что этот человек сделал, когда он, ну, так как спортсмен, мог показать рекорды. И в старости это для своего здоровья, надо спортом заниматься, или гимнастикой, или чем, да, ну, двигаться, разумеется. Ну вот, и, и, там проблем еще нет никаких. Сейчас, кстати, есть программа в мобильном телефоне, программа, который мобильный телефончик поставил перед этим громкоговорителем, где эта музыка звучит, и там в интернете вот показывается. Да, сразу называется Шазам. Да, ну, там, разумеется, не вся музыка, но очень много, там несколько миллионов уже. Их, разумеется, надо сперва туда, в эту память зарядить, да, заряжать, твердый диск, да, с этой музыкой, этой музыкой. И уже, как там по интернету, ищут соответствие этим цифровым комбинациям, так и здесь. И несколько секунд, пять, десять, и уже вот это та песня. Разумеется, там тоже бывают, ну, сбои, что, ну, очень похоже. Большинство вот спрашивается, почему сейчас нету такой музыки, как вот было тогда. Сейчас один бум-бум-бум-бум в одном ритме, монотонный. Сейчас чего только люди не делают. Воят, лаят, пищит, плачет, орёт. В разуме, на латышском, я знаю, гораздо больше. Это ауро, бауро, мауро, квец, сит, дит, рей, рауд, няуд, вайд, ну, множество. Но только никто не поёт. И голосов нету таких. А вот кто вот раньше, скажем, из голосов действительно фантастических? Ну, многие, многие. Ну, самые любимые, может быть. Ну, мне нету такого самого любимого. Очень многие. Всё это плеяда, у каждого своеобразные. И тот самый Пэт Буэн, который Пресли сказал. У Пресли тоже. Вот могли бы мы сейчас проиграть. Ну, те же самые итальянские песни. Вот я записал в сборнике 62-го года. Санта Луче, как он поёт. Ну, скажу, что это, он мог тягаться и с этими оперными певцами. Ну, оперными певцами своеобразные очень. Там опять это другой жанр, другой стиль, другие голоса и так далее. Ну, Нанна Мускури. Если Элвис, пластинок продан, ну, народ признал, деньгами голосовал, да, популярность просто, ну, определяется и так, что люди думают, но они, деньгами делается выбор, да, и Элвиса миллиард и сто миллионов пластинок куплено, да, Нанна Мускури, бывшая министр культуры Греции, да, на восьмю языках поёт, и тоже нехило скажу, примерно 350 миллионов, а может быть, 400 миллионов пластинок её спетых песен куплено, да, суперголос, как у, как у Соловья, скажу, она училась оперной певице в консерватории, но у неё не такой голос, не подходит для оперы, она совсем другое, да, её голос милый, ласковый, такой, ну, тёплый, ближе нормальным людям, чем эти оперные дивы, которые там во весь голос на оперу кричат, и все восторги, ну, и так далее, ну, Джим Ривз, Фрэнк Синатор, Дин Мартин, Элвиса и Петта, я уже назвал, Рикки Нелсон, Нэткин Коул, ну, их множество, тысяч я могу назвать, которые очень приятные, вот, Нэнси Вилсон, джазовая певица, но в 64-м году, вот я хотел, как раз взял диск с собой, How Glad I Am, это как я радуюсь сейчас, сколько мне радости сейчас, ну, она влюбилась, нету начала, нету конца, но эту песню, в 64-м году я не успел, с самого начала, ну, я включил радио, она поёт уже, я эту половинку песни записал, и 50 лет я её не мог достать, вот сейчас достал, вот она на почётном месте, суперсборнике 62-го года, она там есть, ну, это что-то непонятное, откуда у человека, может быть такой голос, Дорис Дэй умерла, вот сейчас в возрасте 97 лет, да, но, её, те песни, которые она тогда спела, ну, у каждого есть своеобразный, и чем он выделяется от других, правда, Наткин Колл курил, потому у него такой голос, и он не бросил курить, умер тоже 40, сколько там, два года, или раком, лёгких от курений, но, тоже неповторимый голос, у того Джима Рива, но нету другого в мире человека, который был такой голос, Брук Бентон, ну, очень много могу назвать таких, которые, ни с кем не спутать, то есть каждый голос индивидуальный, это как голос соловья, не спутать хоре многих-многих птиц, у каждой птицы свой голос, но тот голос не спутаешь, ну, и так далее, А вот эти сборники, которые вы принесли, как они создавались, потому что я понимаю, что ведь это же нужно было ещё и найти эти песни, и вот просто забегая вперёд, вопрос сразу, всё ли, что мы слышим, вот на компакт-дисках, для нас это всё одинаково, для вашего, где, вот именно, те записи, которые делаются с оригинальных лент, в чём их преимущество? С оригинальных студийных, мастер-тейп, да, так они громко называют, ну вот, ну, что мне сказать, я скажу, у меня есть 20 тысяч обычных пластинок и 20 тысяч компакт-дисков, нечего слушать, из них, ну, большинство я уже слышал, я слышал очень много, но сколько раз можно одно и то же, это, ну, недалёкий человек, говорят, неразвитый ум, который могут слушать одно и то же сотни раз, я помню, друг мой, Вингер Слаймонес, который сделал в 58-м году электроорган, и на радиовыставке Всесоюзной Риги было, у него был орган электронный, ну вот, и он говорит, как там в квартире, он жил на каком-то там втором или третьем этаже, но или над ним, или под, вышла такая песня советская, «Чёрный кот», да, и он говорит, играл десятки раз, он уже, ну, проходит звук через там потолок или стенки, и он говорит, мне уже до тошноты, одна и та же фраза, рам-па-да, 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 одно и то же, он отпуск у него был, ну, летом, он преподаватель в институте, и вот, уехал там на две недели, на три, приехал обратно, уже забыл, что такое, опять чёрный кот, ну, слушай, ну, надо сказать, что этому человеку просто недоразвитый, недоразвитый, да, как сел на этот конёк, так и катается ещё по сей день, эти две-три фразы приятные, и он этим живёт, ну, у меня, я сказал, какое количество, но, нечего слушать, а почему? потому что сейчас, ну, скажем, все Элвиса-диски, на 50 дисках, длинных, 80-минутных дисках, записана практически вся жизнь Элвиса, да, ну, по две, по три обычные пластинки, они же короткие в те времена были, 23 минуты, 22, 21 и так далее, ну, четыре пластинки на один диск, ну, там нету четырёх, но по три есть, три этих обычных пластинки, чтобы я сейчас Элвиса, эти фильм, музыку поставил, я могу поставить, ну, до тошноты, там, ну, они невыразительны, разумеется, когда там фильм проходил, там девочки красивые прыгали по Гавайским островам или где, это красиво и хорошо, это сопровождение, не обращаешь так внимания, оно просто сопровождение, чтобы, ну, тишины не было, ну, Элвис-Элвис, ну, не все песни таковы, но я их всех слышал уже в молодости, мне память такая, что я помню, говорю, что я делал наизусть, не начну сейчас читать вам, не хотите? В Москве купил книгу, две книги в аэропорту, внуково сидел, три дня, нелетная погода, Рига не принимает, туман, так, газеты все прочел, первый вечер, в следующий день пошел покупать книги, купил Ленин во Франции, где он с 1908 года декабря до 12 года июля побывал, познакомился с Инессой Армандой, там я первый раз в жизни увидел фотографии Инесси Арманд в 1977 году в этой книге, Москва, издательство «Мысль», красивая маленькая книжка, и единственного русского, который в Ревоянсовете был, Андрей Бубнов, единственный, это как будто в Латвии-70 сейчас был бы два латыша, вот так, вот такое состояние, такое положение было в 1917-18 году в России, Ревоянсовет, да, помнишь, шкалюжный посол, когда ему там напали на то, что русские здесь в Латвии наделали, тыры-пыры, оккупанты и так далее, ну, большинство такими, эти потомки являются, там ничего не поделать, но, он говорит, папа, а вы знаете, что латыши делали в 1917 году в России, ну, латышей, правда, там не было много, эти были разных, разных там, мастей и национальностей, хотя считали, что латыши, да, но, калюжный так и объявил, из 44 членов, сколько, 38 евреев, из 44, хотя Ленин, Сталин тоже, еврейской крови, джуга, швилы, это джу, жить, да, и швилы, шин, и так далее, ну, не будем править, но сейчас мы уже идем, да, уже в какую-то конспирологию, ну, это одна книжка, да, там эти члены и все, а второй, «Испоминания надежды Константиновны Крупской», ну, не будем все там перечислить, да, но я, начало и конец, там целых полторы-две страницы, однажды, это Швейцарий, Ленин, когда там побывал, долго он там был, да, однажды, когда я убирала посуду, а Ильич собирался идти в библиотеку, к нам пришел Бронский, и знаете, что нам рассказал? В России революция, мы тотчас же вышли на берег озера, где вывешивались экстренные телеграммы, новейшие газеты, и прочли несколько раз, да, действительно, в России была революция, с первых минут, как Ильич узнал вести революции, в России он буквально стал рваться туда, ночью строились самые невероятные планы, можно перелететь на аэроплане, но стоило эту мысль высказать слух, как нереальным становился случай, член этой идеи, можно играть глухонемово, но ночью во сне начнешь ругать меньше веков, сволочи, 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 смеялась я, так крупская, и я читал эти воспоминания, могу сказать, что слово в слово, я слово в слово, я все фамилии, вот утром 30 марта, этот пломбированный вагон, где Фридс Платтен с немецким послом заключил точное соглашение, начали собираться в Россию едущие товарищи, ехали мы, это Ленин и Крупская, Инесса Арманд, любовница, Харитонов, Линда Розенблюм, бойцов, Михац Хаккая, Фаня Гребельская, Усиевича и Миринхофы, под видом россиянина ехал Бундовка Радек, Карл Радек, Сабелсон, настоящая фамилия его, венгерский еврей, со своим кудрявым семилетним синишком Робертом, он был редактором «Кравда известий», ну вот так я, те, которые меня не интересуют, но по музыке я помню все названия, все названия песен, всех артистов, ну, все это память. Уже так мало времени, а хочется еще раз спросить о большем. Ну и так, я уже сказал, нечего слушать. Почему? Потому что вот те самые, которые я уже назвал, Элвис Пресли, Пэт Бун, Фрэнк Синатр, Джим Ривз, Энди Биллиамс Кеннеди, друг пел на его похоронах, женщины, Конни Франсис, Брэнде Ли, Ванда Джексон, Петси Клайна, Элла Фитч Джеральда, Дорис Дейш, Розмари Клуны, Англия, Англия, певец номер один, в течение 20 лет, Клифф Ричард, группы номер один в мире, Битли, вторая Роллингстон, третий Квин, группы гитаристов, Шадоуз, Клифф Ричард сопровождает, американская, Эвенчерс, лучшая гитар-группа, но у меня 4 тысячи сборников, пластинок обычных и компакт-диск, там на этих сборниках нету ни одной песни, ни Пет Буна, ни Джим Рива, ни Фрэнкс и Натри, ни Венчерс, ни Шадоуз, ни Клиффа Ричарда, ни Битлов, ни Роллингстон, нету просто, их можно купить, кому Битли принадлежат, сейчас знаешь? Я знаю, что они принадлежат Соне. Есть, правильно. Майкл Джексон купил за 50 миллионов долларов от там продюсеров Битловских, Эпштейна, Брайна, там с этих людей, и продал Соньке, не знаю, или за 100, или за 200 миллионов, все, Сони. Сони выпускает, Битлов всех альбомов, как был, но у меня эти альбомы в разных исполнениях, в разном оформлении, есть коробка со всеми альбомами, коллекционными, такой, есть, но я их всех слышал десятки, если не сотни раз, но куда больше можно. Я не стану не покупать Соны, выпущенные Битлов, но отдельные песни, особенно, когда они вот в такой подборке, где она вкладывается, и как раз она нужна, ну, другой воздух нужен, ну, другая тема, другой подход и так, вот. Там их можно еще сейчас слушать, но Соны, ни одного сборника, ни по Битлам, не сделала. Она выпускает, вот для коллекционеров, очень дорого это стоит, большие деньги, можно купить. Но, Дина Мартина, ни одной песни, ни 32 компакт-дисков, на четырех коробках, суперизданий, Beer Family, это фирма, которая реставрацией занимает, вся жизнь его, там больше тысячи песен, ну, и ни одной песни на одном сборнике. На этих сборниках есть практически все второго, третьего класса артисты-исполнители. Я не хочу сказать так, нагло, что там все дерьмо, там нечего слушать, но, одна, две, три песни. Человечек купил компакт-диск, на котором 15-20 песен, и там одна единственная, которую он знал и увидел, и вот это та песня, а все остальные не для него. Ну, что там слушать, ну, зачем, ну, нельзя за 10-15 евриков покупать диск, на котором одну песню я хочу послушать, вместо дома больше не будет, и нечего слушать. Ну, так, одно, значит, если там, кстати, как я уже сказал, не все дерьмо, но я хотел сказать, что те песни, которые действительно есть красивые песни, хорошие песни, что-то, это у меня имеется на этих 4-х тысячах дисках, пластинках, которые вот сборник имеют, примерно на 5-ю-ю-ть пластинках одна и та же самая песня. Где-то первая, где-то третья, десятая, двенадцатая и так далее, и повторяется, повторяется, повторяется. И еще одно дело, качество, притом качество оставляет у большинства этих компакт-дисков желать лучшего. Вот почему? Я не хочу сказать, потому что опять денег нету. Те, которые составили сборник, это проблема, договориться. Спроси у Соньки, спроси у BMG. Я, например, когда я записывал кассеты, ну, начались эти новые времена, в 94-м году, ой, Арс Грапман и свертянул Латвию в Этимпернскую конвенции по авторским правам, и мне нужно было, так сказать, сейчас я уже не мог там записывать, копировать без каких проблем, что хочу. Надо было авторские права. Я звоню, вот там в Германии, звоню одному господину, да, который, ну, владеет этим всем, да, я хочу вот такой программки купить, лицензии, что, сколько вы хотите? Я ему говорю, 5 тысяч, ну, 5 тысяч. Да. Что, что, 50 тысяч? Ага. Ну, 50 тысяч в Латвии, Бон и Эмилия были, кого? И 105 тысяч, я не мог этих кассет продать одинаковых, понимаешь? Да. Ну, я говорю, нет, а сколько, это какой-то город большой у вас, что-то мало нужно? Я говорю, Латвия, Латвия сейчас полтора миллиона человек, ну, 100, абы кассет сегодня не продать, скажу прямо, да? Зачем мне 50 тысяч? Най, 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 не нужно, все, с такими мелочами мы не связываемся. Если миллиончик пообещаешь, за 100 тысяч еще, может быть, какие-то разговоры, ну, два раза дороже будет, как за миллион, ну, за единицу, да? Но, извини, не интересуют нас такие, вы мелочники, отдыхайте, да, да, ну, и так далее. Вот сейчас обеспечены мы той массовой продукцией, а слушать нечего. К сожалению. Вот у нас... Вот тогда я сделал вот такие суперсборники, где, ну, мне-то, я не могу ни в магазине продавать, никак, но я сделал 80 суперсборников, где и по репертуару самые-самые те, которых ни на одном сборнике нигде нету. Но это я не мог сделать своими 20 тысяч компакт-дисками, пластинками. Я еще сделал компанию из шести человек здесь в Латвии. Мои бывшие клиенты, мои друзья, вот киностудии, владелец Арманд Либерц, да, Зуй Геннадий, по поводу дискотеки, шеф, которым я записал, ему 5000 двухдорожных клиентов. он в Москве в Олимпиаде в 80-м году делал дискотеки выступлений и на БАМ целый месяц, полтора ездил, там тоже развлекал этих БАМ-истов, да, ну вот, и у него 5000 двудорожных лент, вот тогда был материал, что можно людям показать, а сейчас, вот я сорганизовал шесть таких человек, у которых по 10, по 20 тысяч компакт-дисков и пластинок, это общей сложностью, примерно из 150-200 тысяч пластинок и дисков, вот можно найти и набрать, ну практически я не скажу, что все, тоже, но уже 90-95 процентов того, чего я помню, что в голове мне сидит, уже можно достать, при том, это хорошего качества именно, то, что, да, качество, это еще другой разговор, например, Конни Франси из 59-го года, My Happiness, такая песня, есть красивая, да, у меня на 10 дисках она, эта песня, но только на одном, на немецком Полидоре, она 59-го года, стерео, и звучит так, что негде, нечего сказать, все, там на высшем уровне, все на месте, и вот так, и вот при таком выборе, при такой возможности, вот из 150-200 тысяч пластинок, так сказать, выбирать, да, вот есть возможность составить, потому что очень важно, чтобы, это запись на этом компакт-диске, если запишешь, ну, компакт-диск со старой, 78 оборотов пластинки, хрипящей, щипящей, ну, компакт-диск отчетливо выдаст то же самое, что ему дали, да, это просто среда информации, где укладывается, там столько же хрипов, будет слышно, это 78 оборотов пластинка, хоть мы играем, хоть, блу-рей, лазерным, синим лучом, или каким лучом, это зависит, вот материал, что подали, а те оригиналы, оригинальная студийная лента, только одна, и не каждому она дается, продается, и не показывается, и многие даже не сохранившиеся, к сожалению, сейчас вот был универсал, сгорело, 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 вот сгорело, да, ну и те, если успели дигитализировать, да, вот мы, например, с Армандом, киностудии, из архивов, все, которые кинофильмы были сняты, мы все уже 5-8 лет тому назад перенесли, наилучшим образом в цифрах перевели все звуковые эти дорожки, и все, может сгореть архив, но где-то будет, вот ты видишь, чтобы это сохранить, музыку сохранить, реально практически сейчас только на жестких дисках, но жесткие диски тоже, у меня целых три уже, так сказать, не вышли из строя, вышли из строя, да, ну там что-то вылавливать, ну Шума Хариурис вылавливает своими там программами, чем что осталось, но то, что пропало, пропало, но когда сейчас то, что имею я, имеет мои компаньоны, те шесть человек, да, мне не надо держать 100 терабайт в двух экземплярах, все записывать, если диск полетит, то чтобы вот копия мне осталась, ну там в цифрах, один к одному переведено, там не так, как на магнитопонных лентах переписал, и уже стало хуже, да, копия хуже, здесь копия один к одному, если компьютер там, и диск все нормально, то никаких проблем, ну вот, чтобы, если мне полетел жесткий диск, я иду к Арманду, или Генке, или кому-нибудь, да, и забираю, сделаю копию опять, и равновесие восстановлено, шесть ее экземпляров, вся эта супер музыка, есть, никаких проблем. Замечательно. Ну, я думаю, что наш разговор еще не будет закончен, Юрий Лапинский сегодня был у нас в личном утре, спасибо огромное, и до новых встреч. Да, спасибо слушателям за внимание, может быть, они многое знали, или надоедали, или не понравилось, как я демонстрировал, как я читал, вспоминания Надежды Константиновны Крупской, но это просто для иллюстрации, то книгу, которую я читал в аэропорту в 77-м году, там сидел вот, не помнив ее, как песня, как стишок мне в голове остались те вспоминания, очень они впечатлительные, да. Спасибо.